Вы говорили со Светланой Тихановской. Да, да, вы знаете, я с ней побеседовал. Скажите об этом пару слов. Почему? Это было именно не интервью, а беседа. Это было именно беседа, это был именно диалог. А вот мы решили поговорить, я решил посмотреть, и она решила посмотреть. И, ты знаешь, вот бывает простота не в смысле простоватости, не в смысле примитивности, а в смысле отсутствия всяких глупых понтов, ненужных фоноберий, пустых амбиций. Вот она в этом смысле как раз очень простой человек. И к этой простоте, кстати говоря, очень многим было бы не лишним стремиться, в том числе и мне. И произвела она прекрасное впечатление. Она жутко, конечно, волновалась. Волновалась, потому что ей казалось, что она неубедительна в роли политика, что она не тот вот прям вот человек, который может называться политиком. Это была совершенно напрасная тревога. Это есть у меня этот разговор. К сожалению, каким-то образом чертов Ютуб, который вообще выпендривается и безобразничает, он отстриг финал, где идет обмен репликами про живее Беларусь, разумеется. И она вот была настолько удивительно хороша, скажем так, с этим своим страхом, что я решил его развеять, объяснив, что на самом деле, когда политик профессионален, от этого ничего хорошего сейчас быть не может, потому что стандарты профессии устарели. Мы видим Владимира Владимировича, который вобрал в себя весь политический опыт российской, византийской, древнеегипетской, шумеракадской империи. И мы видим, что из этого опыта получается. Мы видим в результате забитые подвалами трупы, видим самокаты Рогозина и подушки, летящие из окон мэров российских городов. Мы видим, например, что такое политический опыт этого турка Эрдогана, который он показал, что такое старая политика сегодня. Вот у него оказалась в руках эта жуткая волшебная лампа истории. Он ее потер, оттуда вышел джинн и тысячи убитых, тысячи беженцев. И любители истории могут пообонять, если ему угодно, запах этой истории и понять, чем она в реальности пахнет. Вот он руководствовался вот этими дремучими, древними представлениями о национальном самоопределении. Мы видим, как горят дома, как, уходя, армяне выкапывают покойников. Мы видим сцену мерзкого ликования Алиева, который действительно является камертоном. И мы понимаем, что та ненависть, которая была между этими народами, которая начала за последние 10 лет потихонечку, ну пусть не уменьшаться, но на полпроцента угасать. Они, по крайней мере, не вспыхивали, оказавшись в одном помещении. Вот та ненависть разбужена на ближайшие 50 лет, и ей придан сумасшедший импульс, который уже не позволит ничего простить. И если вот ненависть азербайджанской страны, она ликующая, хамская, наглая, ну там действительно Алиев задает тон, то ненависть армян, она униженная, болезненная, скорбная и проклинающая. Ненависть еще неизвестно, что сильнее. Но армянская выглядит, как бы, ненависть выглядит немножечко поблагороднее. Но понятно, что вот эти методы, вот эти методы, они, конечно, вот это политический опыт, огромный политический опыт, вот тот самый, да, стародавний, впитанный, воспринятый людей, которые считают себя профессиональными политиками. Поэтому пусть лучше будут Тихановские, и Тихановская это в конкретном варианте. От них, по крайней мере, не будет той беды, которая исходит от всех этих свирепых, наглых, самодовольных профессионалов в политике. Вот шли бы они все.